Накануне в квартире Алексея Николаевича Кота, участника Великой Отечественной войны, была многолюдна. Добродушная встреча Седовласова мужчины с представителями администрации областного центра, а также военным комиссаром города и района состоялась не просто так. Сказать, что повод грандиозный, не сказать ничего. Алексей Кот – уроженец Питчины. За свои прожитые годы он никогда не переставал удивлять силой духа, активной гражданской позиции и душевным запалом. Сегодня Алексей Николаевич – невероятный пример любви к родине. Настоящий патриот, который героически стоял за свою землю. Кровопролитная война не смогла сломать тогда еще совсем мальчишку. Он смог пережить всю боль и страх, смог справиться со всеми испытаниями, а самое главное – смог принять активное участие во многих военных операциях. В военное время мне не хочется вспоминать это все, потому что были такие, так сказать, такие моменты, значит, очень страшные. Значит, особенно, когда немцы уже начали бить, они свирепствовать начали над людьми, и поэтому нам приходилось, значит, если только мы знали, что где-то собираются, а связи у нас с деревнями, с населением, значит, связь была хорошая, и где-то что-нибудь прибегали к нам. И мы уже, так сказать, старались и отбить где-то, и эшелоны рвали, значит, эту железную дорогу, которую дергали Брест-Пинск. Мы по ней почти ничего не ходили. Мы каждую ночь почти рвали, немцы востребляем, опять взорвем. Родина наша Белоруссия настолько сейчас окрепла, настолько она дорога нам, настолько она нам помогает, значит, что я не знаю, как мы еще будем рассчитываться за то, что нам наша Родина, наше государство, наше правительство делает. Однако это еще далеко не все ветераны, которые вчера были в центре внимания. Они могли оставить без поздравлений еще несколько героев нашего времени, среди которых Вера Васильевна Снитко, стойкая и отважная женщина, и Александр Иванович Яковлев. Несмотря на свой уже почтенный возраст, он крепок духом. Рассказывает, здоровье подводит, однако воспоминания о победе придают ветерану новые силы, благодаря чему хочется жить. Он верит, что победные залпы салюта прогремят еще не раз. Общавшись вместе с ветеранами, мы тоже изучили ряд тех проблемных точек, которые есть и по городу Брест. Это такие, в принципе, обыкновенные житейские вопросы, либо касающиеся дворовых территорий, где-то вопросов именно семейного быта, где-то по трудоустройству. В частности, при посещении ветеранов были там вопросы, касающиеся именно медицинского обслуживания, к которым обязательно мы отреагируем. И даже не то, что в ближайшее время, а в ближайшие, наверное, часы мы сразу эту проблему решим и максимально сделаем так, чтобы нашим ветеранам было, прежде всего, комфортно жить в нашем городе Бресте. Основная задача – это руководство города совместно с депутатским корпусом, с активными ветеранами нашей ветеранской организации, совместно с комиссаром города Бреста посетить каждого ветерана и уделить, конечно, знаки внимания и вручить, прежде всего, конечно же, это юбилейные медали, посвященные именно 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Согласно указу президента Республики Беларусь номер 134 от 2 марта 2019 года утверждена юбилейная медаль 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Согласно положению о вручении юбилейных медалей военному комиссариату, военным комиссариатам определена задача по вручению этих юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, а также узникам ГОТЭ принудительного содержания. И вот, согласно этого указа, проводится работа. Будущее зависит от нас, и мы ни при каких обстоятельствах не должны допустить ожесточения сердец нашего народа, впоследствии приводящего к бессмысленной и никому не нужной войне. Об этом важно помнить, особенно в наши дни. Продолжение следует... Продолжение следует...